Китайских брендов много не бывает. Новоявленная марка Skywell, недавно запустившая русский сайт, открыла в Москве первый шоурум и готовится начать продажи в ноябре. Напомню, что Skywell — это часть концерна Skyward, который с конца 80-х годов выпускает электронику и бытовую технику, и чьи телевизоры известны и в России. В 2010 году Skyward купил автобусную фирму Nankin Golden Dragon Bus, а с 2019 года разрабатывает легковушки, которые в разных странах продаются под марками Skyward, Skywell, а также Imperium и Elaris. В России марка не стала создавать представительства, а заключила четырехлетний контракт дистрибьютора с фирмой Dialon, которую возглавляет Александр Иванов, выходец из концерна «Калашников». Первой моделью Skywale в России назначен среднеразмерный кроссовер ET5. Его единственный электромотор выдает 200 сил, и полноприводных модификаций не существует. Установленную под пол тяговую батарею поставляет китайская фирма Farazis Energy. В России предложен самый емкий вариант, который по устаревшему циклу NEDC дает полтысячи километров хода, то есть около 400 километров в реальности. Общая гарантия на автомобили — 5 лет или 150 тысяч километров. При этом на светотехнику гарантия трехлетняя. На детали подвески годовая, на тяговую батарею 8 лет или 200 тысяч километров. Однако для юрлиц все иначе. Общая гарантия 2 года, а на батарею 5 лет или полмиллиона километров. Частные клиенты используют в среднем порядка 20 тысяч километров в год пробег у них, и их больше интересует, скажем так, временной период гарантии, да, и мы предлагаем для частных клиентов гарантию на 8 лет. То, что касается корпоративных клиентов, а мы в первую очередь имеем в виду такси и предполагаем, что электроавтомобиль в такси зарекомендуется с лучшей стороны, для них более важен пробег, нежели временной интервал, так как годовой пробег у автомобиля такси может быть достаточно большой, это может быть и 100 и 150 тысяч километров. Комплектация довольно богатая. Цифровые приборы, мультимедиа с экраном 12,5 дюймов, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и лазерные фары. Продажи электрокроссоверов начнутся в ноябре, как будет получено одобрение типа транспортного средства. Поскольку автомобили поставляются из Китая, то госпрограммы поддержки на них не распространяются. А в следующем году SkyVale выведет на рынок более дешевый гибрид с турбомотором 1,5. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok